Здравствуйте! Это новости из мира высоких технологий в студии Елена Иванова. Глядя на успехи беспилотных летательных аппаратов, Агентство передовых оборонных исследований США ДАРПа начинает разработку беспилотных морских судов, охотников за подводными лодками, способных находиться в автономном плавании в течение нескольких месяцев. Такое судно-робот будет управляться дистанционно по командам из Центра управления. Но в случае отсутствия или неустойчивой связи робот должен быть в состоянии действовать самостоятельно. При этом автоматический военный корабль должен соблюдать все правила безопасной навигации в море и избегать сближения столкновения с другими морскими судами, если программой судна не предусмотрена обратная. Еще пока неизвестно, какова будет эффективность использования этих роботов-охотников против атомных подводных лодок, которые могут просто убежать от своего преследователя. А вот, видимо, у дизельно-электрических субмарин не будет ни единого шанса скрыться. NASA, в отличие от ДАРПа, готовится к новой эре покорения космоса. Этот робот-космонавт, детище совместной работы NASA и General Motors, имеет все шансы покинуть Землю в обозримом будущем. RoboNAT-2 является преемником модели робота, созданного NASA еще десяток лет назад. Выглядящий в целом так же, как и первая модель, RoboNAT-2 значительно быстрее и сильнее предшественника. В частности, он способен одной рукой поднять до 9 килограммов. Кроме того, в суставы робота-космонавта вмонтированы лазеры, надо полагать, для мирных целей. RoboNAT-2 предназначается для работ в среде слишком опасной или некомфортной для человека. А других новин как далее? Косметический гигант Шишейда продемонстрировал в Токио установку виртуального макияжа Digital Cosmetic Mirror. В основу работы этого цифрового косметического зеркала легли принципы дополненной реальности. Девушка садится напротив камеры, компьютер сканирует ее лицо, определяет тип и цвет кожи, лица и прочие нюансы. Впоследствии, на основе этих данных, система предлагает несколько косметических продуктов. Причем, каждый из этих продуктов можно примерить прямо на экране. Сингапурская компания Sunny Ocean Studios взяла на себя смелое обязательство представить 2 марта на выставке Sebit 27-дюймовый 3D-дисплей, для просмотра которого не требуются очки, а угол его обзора позволяет смотреть картинку с 64 точек. Это очень серьезный показатель значительно превосходящей возможности 3D-панели, представленной корпорацией Intel на выставке SES в этом году. Кроме того, Sunny Ocean Studios пообещала представить решение для переоборудования стандартных панелей в 3D-формат, а также для конвертирования плоских изображений в объемные. Технических подробностей относительно данной разработки пока не так много. Неизвестно, например, как трехмерный эффект повлияет на разрешение дисплея, и ничего не сообщается о том, как были реализованы вышеупомянутые 64 точки. Однако разработчики утверждают, что себестоимость панели оказывается довольно низкой, а максимальная диагональ составляет 100 дюймов. Что ж, дождемся 2 марта и посмотрим, какими чудесами удивит нас выставка в Германии. Субтитры создавал DimaTorzok